На чем мы закончили? На боли, предназначении. Да, точно. Так вот, да, сидите, представьте, что вы там дома, не в воплощении, дома, прекрасный дом, история, ну не знаю, там рай, ну у кого какие ассоциации, для меня это дом. Место до всяких воплощений. И вот, вы ходите там себе в садах, думаете, не знаю, смотрите на закаты, восходы, прикалываетесь, играетесь, и все время слышите одно и то же, разные слухи о планете Земля. Знаете, одни говорят, это такое ужасное место, просто гиблое, любая цивилизация, которая там не развивается, она разрушается. Засеиваешь там звездные семена, она поднимается и карма плохая, видимо. А другие говорят, ну как же, планета Земля обалденная, там такие леса, там такие животные, там такая атмосфера, вы что? Вы такие сидите, чешите голову и думаете, слушайте, кому верить, а? Одни говорят, это полная жопа, другие говорят, это классно. Съездите посмотреть. Точно, вот. Я думаю, ну наверное нужно воплощаться. Ну как же это так? Надо самому на своем опыте проверить и написать комментарий. К планете Земля. Отзыв. Ну тут не работает, понимаешь, это от обратного. Это к тому, что мы говорили, аналогию придумывали. А потому что много нужно навыков для предназначения. Точно, да, блин, да я туплю, честное слово. И вот я хочу составить свое личное мнение о планете Земля. Слушаешь, слушаешь, надо попробовать. У меня на карточке 400 очков. Вот, маловато будет. Много воплощаюсь, а навыков один с натяжкой. Но это должно проканать. Главная такая фишка в том, что я аналогии говорю. Не понимаете меня буквально, да? Я говорю своего опыта, то, что я помню, то, чем я живу. Но это мой опыт и это реальность моя. Поэтому для вас это просто аналогия. Не буквально, пожалуйста. И вот по законодательству дома память в воплощениях включается в общий контракт только если у вас от 1200 очков. А у вас 400. Нету главных навыков. Один из самых главных навыков, который дает эти там 1200 очков, это умение чувствовать свое тело как одно целое с собой. То есть это и есть я. Потому что благодаря телу можно проживать единство с планетой. Благодаря телу можно проживать единство со Вселенной. Именно тело, нервная система. Представьте, что есть огромнейшая магистраль. Кто смотрел фильм «Аватар»? Все смотрели фильм «Аватар». И там огромнейший лес, он соединен нервной системой. Там все живое. Представьте, что мы вот так вот. У нас есть огромнейшая нервная система. И мы способны телесно проживать единство. Не в смысле того, что, да, я сейчас на вас смотрю, я все о вас знаю, все ваши мысли. И в 12 лет, и в 13. А помните, в 13, в декабре, вот тогда-то. Не в этом моменте. Нет, конечно, такое тоже можно вытащить, но смысл. А в том, знаете, это фильмы американские. Рождественский вечер, там, уюта. Папа, мама, семья. Ждут Деда Мороза, которого не существует. Папа переодевается, залазит Дедом Морозом в эту трубу, застряет. И всем есть чем заняться всю новогоднюю ночь. Вот это вот семейный уют. Вот это вот чувство семейного уюта. Но это отдаленно, как можно представить, если вы не испытываете телесное единство. Это когда вы заходите в метро, и ваше тело не напрягается. А оно понимает, это безопасное пространство. То есть тело подключено к огромнейшей сети всего сущего. Оно понимает, это вселенная, это все вселенная, это все я. Вселенная безопасна. Ей не очень-то интересно. Проснулась утром, такая, блин, как-то я сегодня с утра в зеркале не очень выгляжу. Надо кому-то настроение испортить и улыбнуться. Сейчас я выберу. О, у меня девочка, она меня заколебала. Она ездит на встречи, рассказывает про меня всякую хрень. Правда, да, правда, суперски. Спасибо, вселенная. Сейчас-ка я испорчу настроение. Сейчас. Не портится? Что ж такое? Блин, она телесно подключена к общей сети, не работает. Ладно. Найду кого-нибудь другого. Вселенная полностью безопасна. Это в том смысле, что... В каком смысле? Я сбилась опять. Ну, пожалуйста, ну тело, ну давай работай слаженно. Итак, возвращаемся еще раз. Это лично для меня, потому что я теряюсь. Итак, мне захотелось проверить на собственном опыте. Реально, планета Земля — это полная жопа с плохой кармой? Или невероятный мир? 400 очков. Я понимаю, что по контракту мне отключат память. Я нифига не буду помнить и осознавать. Забуду себя вообще. Но так хочется, знаете, это любопытство и энтузиазм. Так хочется проверить. Они там разговаривают все в садах, на природе, в разных там храмах. И говорят там, либо вы видели Вселенную? Вы слышали про планету Земля? Там такие существа обалденные. А другие говорят, да, обалденные. Ты там воплощался? И сразу хочется самому проверить. И вот. Можно сделать финт ушами. Вы приходите к наставнику и говорите, окей, у меня есть 400, а после 1200 вырубается память. Слушайте, дайте мне такое предназначение, чтобы у меня было 2500. Где-нибудь в середине жизни у меня включится память. Я наконец-то начну кайфовать. Он такой, ну ладно, держи свое предназначение. Такой, да, ура, я на собственном опыте проверю, что такое планета Земля. Потому что, понимаете, без подключения к Земле, без чувства, когда ваше тело не чувствует единства, это вот дыхание планеты, в каждом моменте, эту красоту, то, естественно, вы приходите на планету, смотрите на эти лица и думаете, о, страшный социум, страшный мир. Умираете, и начинаются страшные темные комменты. И вот вы берете это предназначение. Говорит, да, конечно, я хочу наконец-то на своем опыте проверить. Давайте. Дают предназначение, 26 пунктов. Я говорю, нифига себе. И вот где-то пунктов 8, и дадут вам 1200 очков. Вы смотрите, эти 8 пунктов, это если снатяжка, если сильно повезет, годам к 50 можно осилить. Ну ладно, а вообще всего их 26. Но главная фишка в чем? Я же хочу проверить слухи. Мне хватит и 8 навыков. Я вспомню себя, я начну чувствовать единство с планетой, и я посмотрю, ну, на самом деле мир прекрасный или нет. Планета крутая, можно здесь хотеть находиться, играть или нет. Думаю, ну ладно, финт ушами же делаю, правильно? Рискнем. И вот вы подписываете контракт. Вы понимаете, годам к 50, может быть, если сильная удача, если на правильные семинары попадать, да, может быть, где-нибудь вставит. Переходите ко вселенной. А, нет, ну, конечно, сначала вы выбираете родителей, да, 26 пунктов. Вы знаете, выбор родителей очень сужается. Потому что это обычно полная жопа. Для того, чтобы очень быстро научиться хотя бы первым четырем. Там уже 26. Вы смотрите, здесь домашнее насилие, полное равнодушие, получают требования. Здесь домашнее насилие, полное равнодушие, получение и требования. Слушайте, а в чем разница-то? И две пары. Слушайте, ну, реально, а в чем разница? Ну, ладно, закрываем глаза, тыкаем в первую попавшуюся. Воплощаемся. Все круто. Там же галочка работает, правильно? Мы себя не помним. Не помним. Попадаем в это тело. И сразу начинаем верить папе и маме. Да, да. Ты меня любишь только тогда, когда я мою посуду. Сейчас пойду помою посуду. Так начинает нарабатываться любовь за одобрение. Я очень четко вырастаю и очень четко понимаю. У меня аж память не работает, очков 400. Я смотрю на папу с мамой, я не понимаю. Я не понимаю одной вещи. Это два существа, у которых столько своей боли. У них тоже мало очков. У них тоже 400 очков. Может, 600. У них все равно еще не включена память. И когда я этого не понимаю, а я же не помню себя. Я же так, полное доверие. Я к маме подхожу, говорю, мам, обними меня. Она такая, как это? Ты сделала домашнее задание? Я думаю, какая взаимосвязь? Я зависаю. Долго думаю, понимаете? Я не понимаю, какая взаимосвязь. Мам, можешь меня обнять? Ты домашнее задание сделала? Не втыкаю. Ладно, пойду к папе. Пап, можешь меня обнять? Ты видел, ты двойку получила вчера на физике. Да что такое? Где-то здесь начинает что-то резонировать. Где-то здесь подвох. Вроде как бы любовь это, ну, это. И я как не могу вспомнить это слово, безусловное, да? Очков 400 только. Думаю, ну ладно. Уже внутри начинаю чувствовать себя ненужной. Мама, папа, говорят, иди сделай эти вещи, тогда мы тебя обнимем. Не очень комфортно это чувство. Думаю, ладно, я пойду сделаю. И по физике буду на пятерке учиться. Вот, и что там еще? И домашнее задание делать вовремя. Все сделала, все классно. Прихожу. Мама, обними меня. Ты видела, что ты сегодня разбила посуду, там, не помыла, там, еще там, накуролесила. Ты вообще свинья такая. Слушайте, что же еще мне нужно сделать, а? Просто, чтобы мама меня обняла. А у мамы все время плохое настроение. Как не приходишь к ней, у нее плохое настроение. Думаешь, блин. А это чувство такое вот странное. Чувство, от которого плакать хочется. Оно все внутри углубляется. Потому что хочется одного. Мам, пожалуйста, обними меня. А получаешь в ответ. Ты свинья, ты безответственная. Ты не сделала то-то, ты не сделала то-то, ты разбила. Ты хлеб резала на столе без досточки. И у меня начинается шиза. А при чем здесь это? Я просто хочу момента нежности. Я не понимаю. Мне что, за это нужно вкалывать 20 лет? Я думаю, ладно. Это же чувство неприятное внутри. Оно распространяется. Оно заполняет все меня. Я смотрю на других пап и мам. Они там, блин, обнимают ребенка. Дитё светится. Мне больно. Я не понимаю, почему у меня в семье так происходит. Какого фига? А тут друг говорит, вот мы с родителями ездили. Там так было классно. Мама меня обняла, закружила на руках. Ах, ты сволочь. Я уже ненавижу этих счастливых детей и родителей. Потому что такого у меня нет. У меня внутри что? А ты сделала вот это. А ты свинья. Ты посмотри на себя. Опять резала хлеб без досочки. Мама, это не я. А кто еще? Вообще-то в квартире еще есть папа. Но обычно все падает на меня. Душа. Хорошо. Это страшное чувство заполняет меня еще больше. Оно становится бездонным. Мне одиноко, больно. Я обнимаю себя ночью под одеялом и реву. Я никому не нужна. Я ненавижу этих счастливых пап и мам с детьми. Я чувствую, что я в своей семье никому нафиг не нужна. И даже если говоришь, мам, я не резала сегодня хлеб. Я сегодня ничего не ела нафиг. Она говорит, а кто резал хлеб и оставил вот тут такие следы на столе? Я говорю, папа еще есть. Не слышит. Слепое пятно. А эта дыра такая сильная, что я учусь делать то, что мама просит. Быть может, в каком-то моменте я угадаю. И хоть на минутку она так и меня обнимет. Нет, не срабатывает. И уже практически получается. Все классно. Говорю, мамочка, обними меня. Она такая уже смотрит на меня. Блеск в глазах. Вроде и нежность на лице видна. Туда смотрит и такая говорит, ты что, опять волосы не помыла? Я становлюсь. Мама, ну за что ты меня так не любишь? У меня начинается истерика. А мама что говорит? Я для тебя столько делаю. Я плачу за твою школу. Я тебя одеваю. Я тебя кормлю. А ты мне здесь истерики устраиваешь. Ты заставляешь меня чувствовать себя виноватой. А ну иди в комнату. Не въезжаю. Я хочу одной вещи, чтобы меня просто обняли. Просто на секундочку дали мне нежность. Я не понимаю, каким образом в этом мире можно получить нежность. Ну у меня же 400 очков. Я не в курсах, что эту нежность я могу дать сама себе. И у меня начинается такая боль невыносимая. Что я иду бухать, развлекаться, на тусовки, трахаться. Делать все, что угодно. То есть либо меня разлучат в одну сторону, и я делаю все наперекор обществу. Станусь наркоманом. Делаю суицид. Потому что это дыра внутри. Это непонимание, что нужно сколько всего. Нужно сделать за одну простую вещь. Нежное, простое прикосновение. Как будто за одно нежное, простое прикосновение. Мне нужно себя, не знаю как, вывернуть. Мне нужно 20 лет работать. К этому моменту я уже всех ненавижу. Потому что всего, что хочется, это просто нежность. И другой момент, когда я типа не сдаюсь. Я начинаю соответствовать абсолютно всем требованиям папы и мамы. Всем требованиям. Мне уже насрать на себя. Всем требованиям. Я хочу понять, в каком месте уже наконец-то, когда я все сделаю, что они хотят, кто-то подойдет и обнимет меня и скажет, да, ты молодец. Нифига подобного. Мне уже 35 лет, а папа с мамой до сих пор недовольны. У меня муж, у меня ребенок, у меня работа, мама недовольна. Мама недовольна этим, мама недовольна тем, папа недоволен тем. В какой-то момент я понимаю, что уже 35 лет я гоняюсь за одним моментом, чтобы просто мама мне сказала, ты молодец. Если она мне скажет, ты молодец, я ее прибью. Потому что за 35 лет, когда я подходила и спросила, мамочка, обними меня. Мамочка, ты что, не видишь мне плохо? Мамочка, ты можешь не кричать на меня? А она не слышала этого. Если она, не дай Боже, скажет мне сейчас, иди, я хочу тебя обнять, я ее убью. Потому что вся ненависть, которая внутри меня скопилась, она выльется в этот момент. Поэтому я просто прекращаю общаться с родителями. Просто прекращаю общаться с родителями. Я уезжаю куда-нибудь, да? Если я выбрала путь соответствия, то где-нибудь у меня должно быть материальное благоустройство. Я уезжаю, я с ней больше не общаюсь. У меня огромнейшая дыра внутри. У меня депрессия. Я не вижу смысла жизни. Я думаю, окей, все это время я что делаю? Я ищу партнера. Папа и мама не дали. Окей, значит я найду партнера, который здесь проще, наверное, будет. Ведь он такой же, как я. Может, его тоже так же ломали в детстве. Может, ему тоже ставили кучу условий. Он меня поймет. Нахожу партнера, только к нему. Можешь меня обнять? И он на меня всю свою ненависть. Ах ты вообще! Потому что у него такая же ненависть к своим родителям. Вот я подхожу и говорю, обними меня. А там срабатывает что? Они меня 35 лет не обнимали. Ты хочешь, чтобы я тебя обнял? Знаешь, куда иди? Для меня вот это кошмарность ситуации. Я нашла однажды одну аналогию прикольную. Например, в семье есть папа, мама, маленький ребенок и котенок. Ребенку 4 года, есть маленький котенок. Мама и папа гладят маленького котенка. Они его поют, они его кормят, они даже его на диван пускают. Они его гладят и обнимают. Все классно. Когда они этого котенка видят, у них поднимается настроение. Когда они видят меня, у них настроение портится. Когда они видят меня, они начинают на меня кричать. Когда они видят котенка, они радостные и счастливые. Я ненавижу котенка. Потому что котенка папа и мама и кормят, и гладят, и обнимают. И к нему проявляют нежность. Как только они видят меня, они на меня кричат. Внутри становится такая боль, что обычно этот ребенок душит котенка, чтобы забрать у родителей то, куда перенаправляется внимание. А если такого капитального перекоса не происходит в детстве, потому что все, что ребенок хочет, он смотрит на эту разницу. Я ребенок, а это котенок. К котенку проявляется больше дежности, доброты, внимания и заботы, чем ко мне. И ты начинаешь смотреть, что делает котенок. Нужно снять его парадигму мышления, движения. Что он делает? Чтобы точно так же я сделаю, и папа с мамой обнимут меня. Но что получается? Котенок ползает, котенок мявкает. Ребенок начинает ползать, ребенок начинает ныть. Что происходит? Его бьют и орут на него. И ребенок понимает, что это не работает. У котенка все равно VIP место в этой квартире. Потому что он это все делает, его обнимают. Я это делаю, но меня еще больше кричат. Что бы я ни делал, на меня кричат. Что бы я ни делал, как бы я ни соответствовала, я получаю упреки, требования. А котенок получает нежность. Вот эта фишка. Обычно это очень глубокий корень образования боли. Когда видишь другого человека, и хочется ему причинить боль, чтобы он почувствовал, как же больно мне внутри. Просто, чтобы я увидела, что не я одна такая в этом мире. Его тоже, ты тоже чувствуешь эту боль. И тогда я начинаю вести себя, как мои родители. Только с другим человеком. У меня есть мой партнер, есть, например, мой друг. И с другом я ласковая, внимательная, а с партнером держу на расстоянии. С партнером я грубая, требовательная. С другом я такая, да-да-да-да, все так классно, все обалденно. Партнер подходит, что надо? Ну что ты, ты что не видишь, посмотри на себя. Ты машину там оставил, надо было вот там. Зарплату не принес. Привет, а-та-та-та-та-та-та. Это с другом, все классно. Я заставляю своего любимого человека испытывать те же самые чувства, которые я испытывала в детстве. Чтобы потом кайфовать от этого момента. Вот, тебе больно, да? Ты понимаешь меня. А при чем здесь этот человек? За что ему это? Пока что для себя в своих исследованиях я нашла такую вещь, что нежность — это то, зачем мы гоняемся. Неважно счастье, радость, семья. Момент нежности — это то, зачем гоняется каждый человек. Простой нежности без всякого на то условия. Неважно, ты кричишь, неважно, ты грубый, неважно, ты изменил или предал, неважно, ты ударил. Здесь самое сложное. Нежность дарится без условий. Это то, что внутри ощущается. То есть, понимаете, ключ к единству, это я завтра буду об этом рассказывать более подробно, когда из благодарности просто за то, что существует этот момент, просто за то, что что-то существует, мы падаем глубже в умиротворение, а из умиротворения уходим в нежность. Так вот, когда в той самой нежности из умиротворения, не просто нежности, а именно когда она вот так вот из умиротворения выходит, то углубляя и генерируя эту нежность, мы начинаем телесно соединяться со всем сущим. Вернее, не то, что соединяться, мы от него не отъединяемся, мы начинаем чувствовать наконец-то эту всю связь. Всю связь со всем, 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 что существует. Именно через нежность. А мы вырастаем, и на нежности у нас стоит такая дыра боли, такие охренительные условия, что мы обычно всю жизнь ищем человека, которому нужно отомстить, которого нужно довести до этой боли, чтобы увидеть, что не я один такой, чтобы резко понять, понять, почему мама так делала. Посмотреть, увидев этот результат, когда сломаешь другого человека, прозрев к тому, что делаешь сам, резко, а что там? Там чувство вины сразу. Уже все. Чувство вины. И ты не можешь из этого выйти. И обычно там наркотики, бухло, суицид. Ты сломал человека. Самое дорогое, ценное взял и сломал в слепом состоянии, в состоянии слепого пятна. Потому что, когда в детстве мы видим, как с нами обращаются родители, мы говорим, так нельзя делать. Я так никогда не буду делать. Я знаю, как это больно. Никогда не буду так делать. Это значит, что я так и не поняла, что произошло. Там не было Вселенной. Я не видела маму, как саму себя. Я не видела маму, как то, что это просто продолжение меня. Я не понимаю просто, почему так происходит, почему я так сама с собой поступаю. Вообще-то есть Вселенная, да? Есть предназначения и навыки. И что вот здесь у меня отсутствует навык. Почему, смотря со стороны на себя и на маму, я вижу зло и вижу себя и боль. И не понимаю. Есть Вселенная, контракт, предназначение и навык. Если поставить сюда нужный навык, мама резко станет продолжением меня. Вот это просто другая я. Мама – это просто другая я. Я сейчас сама с собой играю. И вот я увидела, что если уходить очень глубоко внутри людей, то нежность – это тот фактор, который ищется абсолютно любым телом, любым организмом, любым сознанием. Потому что именно благодаря нежности тело проживает единство. Тело полностью выравнивается относительно всего сущего. Это я вообще вначале о чем говорила. 400 очков, планета Земля. Да, и вот вам 50 лет. Да, там приблизительное время по контракту, что сейчас вы прозреете, да, что увидев, что с вами происходит, или что вы делаете, или послав запрос Вселенной «Я не понимаю, помоги мне понять». Вот здесь есть момент, который вы наконец-то начнете… Где-то здесь есть окно возможностей, что вы сможете начать это понимать. И вы наберете 1200 очков и сможете проживать единство. Да, чтобы потом оставить свой коммент. Клевая планета или социум фиговый? И вот, вы уехали от родителей, да? Там же ребенок выбрал обеспеченный вариант, то есть он полностью соответствует. Потом он так ненавидит маму. Он видит, мама там куда-то там в христианство ударилась, или там в дзен, или еще куда-то. Она подходит, солнышко, а у тебя, бля, сука. Если ты думаешь, мама, уйди просто, просто уйди, потому что ненависть так бурлит, еще ты ко мне хоть шаг сделаешь, я на тебя так наору, что все. Или просто ударю, сдерживаю себя. И мама начинает там заниматься всякими этими практиками, она понимает, какую жопу она сделала в жизни ребенка, да? У нее начинается чувство вины, она подходит, солнышко, я люблю тебя. У тебя сзади уже такое желание взять кирпичи, как вмазать, потому что 35 лет ты была слепая, да, к тому, что ты делала. Ты меня сломала, теперь солнышко, я люблю тебя, я должна расслабиться. А мне тебе сказать, да, мамочка, я тебя тоже люблю, ага. Просто без понимания того. Вот мама подходит, говорит, все, прости меня, я все поняла, я люблю тебя, ты стоишь, я не понимаю, что ты там поняла. Я не понимаю, почему ты так со мной делала. Я рада, что ты понимаешь, почему ты так со мной делала. Но я-то не понимаю. Пока я не понимаю, у меня там столько ненависти, что просто не подходи ко мне. И вот уезжаете вы куда подальше, ищите партнера, у вас есть бабло, есть работа, есть социальные связи, все классно, все офигительно, вау, зашибись, кроме дыры внутри. И желание мести. Я называю этот механизм мести, потому что нервная система, она вот не видит лиц, она различает по полу. Если здесь мама, ей вся эта ненависть шла на маму. Маму ненавидеть нельзя. Если я буду еще ненавидеть маму, понимать это, я вообще сломаюсь и подохну где-нибудь там под забором. Поэтому ее ненавидеть нельзя. Она хорошая, да, она не понимала, что она делает, но она хорошая. Так моя личность выживает, и психика. Сбилась. Да, и поэтому нервная система, она не различает имен. Она смотрит по тому, насколько близкий для вас человек. Насколько это близкое для вас существо. Если парня или женщина, или девушку, которую вы впускаете к себе близко, и вот здесь вот у нас шла мама, вот уровень близости мама, здесь запрет, а ненависти дофига. И тут в ваш круг начинает входить девушка, да, например. Вот вы парень, и к вам входит в девушка в ваше пространство. И она доходит до уровня близости, на которой стоит размещена ваша мама. Нервная система говорит, ну слава богу, перенаправляет всю ненависть сюда. Хоть куда-то я ее вылью наконец-то. И это перенапряжение отпустит нервную систему и все тело. И что происходит? Наши любимые отдуваются за наших родителей. По какой логике? За что? Потому что мы не понимаем сами себя. Просто не хотим понимать сами себя. Носим это все внутри себя. Все время чувствуем дискомфорт, депрессию, боль, обиды, раздражение, недовольство. Думаю, ладно, жизнь такая, социум такой, люди говно, жизнь говно, надо как-то выжить. Все хорошо, все хорошо, меня уже ничего не раздражает. А потом встречаете, влюбляетесь, и вся эта ненависть просто перенаправляется. О, одна и та же магистраль, великолепно, наконец-то можно слить. И пошло. И когда вот здесь вот, например, мама лишала нежности, да, она требовала, требовала, и главное лишала нежности. Взаимодействие с девушкой, цветочный конфетный период, все нормально, жертву нужно заманить, все хорошо. Девушка расслабляется, входит в пространство, все великолепно, проходит месяц, два, три, и начинается жопа. Она к вам с распростертыми объятиями, а вы, а ты постирала? А ты ужин приготовила? А ты ноги побрила? А ты на себя в зеркало вообще смотрела? И не слышите, не слышите, что вы делаете, потому что слепое пятно работает. Слепое пятно, это когда вы ставите запрет, вы понимаете, из опыта боли, так делать нельзя. Здесь запрет, вы говорите, я так делать не буду, никогда, нельзя так делать. И когда вы так делаете, нервная система читает, нельзя так делать, окей, ты так не делаешь. Ты не видишь, что ты так делаешь, но ты продолжаешь так делать. Когда есть понимание, почему так происходит, в запретах нету нужды, есть понимание, нету слепой зоны. Потому что запретами мы ограничиваем себя, чтобы не сделать тот же шаг. Мы не понимаем механизм этого шага, не понимаем мотивацию внутри себя к этому шагу. А когда нету понимания, рождается запрет. Да, когда собака ненадрессированная, она не знает, что нельзя кидаться на людей. Её держат на поводке, на коротком поводке, и всё время дёргают. Так вот этот поводок и дёрганье – это запрет. А когда ты понимаешь, когда собака обучена, она понимает, что нельзя бросаться на людей, просто гуляешь рядом с хозяином. Никто не держит её на поводке. Собака просто гуляет рядом с хозяином. Всё понятно. Так. И вот эта девушка входит в ваше пространство, вы сливаете на неё свою боль. А бывает другая ситуация, например, когда вот вы парень и мама. Я почему привожу примеры парней и мам, потому что я работала с парнями и вот знаю вот эти ситуации. Если у девушек есть похожие, можете просто алгоритм примерить на себя с отцами, например, или с матерьми, у кого какие ситуации. Бывает другой такой пример, когда вы мальчик, вы рождаетесь, растёте, и мама решает за вас абсолютно всё. Она говорит вам даже, какие мультики смотреть. На велосипеде там не кататься, в теннис не играть, к морю не ходить, вечером на улицу не выходить. Полный контроль и полная глухота к тому, что хочет ребёнок. Полная глухота. То есть, да, у мамы своя боль. Она боится потерять ребёнка. Она боится, что там он себе повредит что-то. Естественно, она вычёркивает вселенную, но это в другую сторону. И вот мальчик вырастает. Он понимает, мама, то есть женщина, не слышит, чего я хочу и чего я не хочу. После некоторых моментов какого-то периода попыток докричаться до мамы и напарывания на вот эти вот агрессию, я лучше знаю, у меня больше опыта, кто платит за квартиру, да, чей ты сын. А если я сейчас тебя выгоню, то что, ты подохнешь на улице? Бытовых таких фраз и моментов настолько много, это настолько кошмарно получается. И ребёнок понимает. Мало того, что мама не слышит, чего я хочу и не хочу, то есть женщина для нервной системы, это женщина. Женщина не слышит, чего я хочу или не хочу. Рождается ещё чёткое понимание, бессмысленно говорить, чего я хочу и чего я не хочу. Вырастает мужчина, ему бессмысленно говорить о том, что он хочет. Ещё более бессмысленно говорить о том, чего он не хочет. И когда в его пространство входит девушка на уровень близости с мамой, она говорит ему, чего она не хочет, он не слышит. Она говорит ему, чего она хочет, он не слышит. Он чётко повторяет механизм матери. И когда вот он разрушает то самое дорогое, ценное, любимое, то, ради чего стоило жить, то, ради чего он хотел бы жить, то, с кем он бы хотел создать семью, и полностью открыться, и всё остальное. У него там слепое пятно, так же нельзя делать, как мама. Я не вижу, что я делаю так же, как мама. Я же не делаю это по отношению к маме. Я делаю это по отношению к девушке. Но девушка не мама, вы понимаете, да? А нервная система говорит, это женщина. Привет. И поэтому, когда всё это разламывается на куски, об колено, в дребезге, и ещё раз, и вы видите в конце, что вы сделали, когда это уже сделано, слепое пятно снимается, чтобы вы могли, вы не поняли маму, вы очень сильно капитально не захотели понять эту ситуацию. И тогда слепое пятно работает так, что оно закрывает от вас эти все понимания, что вы делаете, до тех пор, пока вы не выходите на уровень той жестокости, боли и грубости, которая была, например, у мамы. Как только вы достигаете этого уровня, и вы ломаете, практически ломаете этого человека. Слепое пятно сходит, чтобы вы могли вот сейчас, за шаг до конечной точки сделать выбор. Делать так, как мама, или не делать и понять что-то. Обычно на этой инерции делают выбор, как мама. Потому что, чтобы остановиться и понять, нужно иметь хотя бы немного привычку все время все время понимать себя. Потому что, как несется машина с горы, если она видит под конец шлагбаум, она же не остановится уже. У нее такая инерция, она не остановится. Если нету привычки, нажимай на тормоз, еще что-то, еще что-то, еще какие-нибудь прибомбаться, чтобы она реально остановилась или хотя бы свернула и вылетела в другую сторону, а не с обрыва. слепое пятно снимается за шаг до того, что сделали с вами, чтобы вы могли сделать осознанное решение, сделать выбор. Поступите, как со мной сделали или задуматься, увидев этот кошмар, что происходит, и сказать, нет, я не хочу, подождите, дайте я подумаю, потому что я не хочу так поступать, но я не понимаю, почему так там произошло. И вот здесь вы уже начинаете останавливаться, вот здесь вот вы делаете шаги назад, задержку, я не хочу ломать, я не хочу поступать, так как со мной поступили. Это примерные бытовые сценарии того, к чему приводит простое непонимание. 400 очков, галочка. простое непонимание того, что вот это все это одно мы, я. Я обычно говорю мы, мы, которое я. Одно большое сознание без одной какой-нибудь левой конечности, которая торчит из общего сознания всего сущего. А когда из этого общего сознания всего сущего резко вылазит мама, а здесь папа, это места боли, места боли, здесь я буду мстить. Здесь, если я не пойму, то срабатывает механизм мести. Причинить боль, чтобы понять. Поставить себя в это положение, чтобы понять, как так со мной поступали, почему. То есть, можно, слушая себя, потому что на протяжении того пути, которым вы идете, чтобы стать на место того, кого вы не понимаете, кто причинил вам боль. По мере каждого шага у вас все время есть дискомфортные чувства внутри. Раздражение на разных людей, недовольство ситуацией, чувство одиночества и еще много факторов. и вот если их не слышать, не понимать, у вас каждое мгновение есть возможность понять себя, потому что тело кричит о том, что там внутри есть левая нога из общего всего сущего. Вот она торчит и тело кричит «Эй, у нас тут неполадка! Тут мама вылезла из общего сущего, из всего сущего. Мы вылезла мама! Сейчас мы будем становиться на ее место, чтобы понять, что она тоже часть всего сущего. Тело сигнализирует, что сейчас вы находитесь в процессе становления тем самым существом, которое перестало для вас быть другим «Я». И вот по контракту где-то к 50 годам у вас есть окно возможностей, чтобы наконец-то набрать 1200 очков вот сейчас буквально на краю за шаг до того, чтобы сломать любимого человека, вы останавливаетесь, вам везет, вы останавливаетесь, говорит, нет, я не хочу так делать, я хочу понять. Вселенная, помоги мне понять, понять себя. Потому что крича, я хочу понять маму, мы снова развернемся и сделаем шаг конечный, и тогда мы станем мамой. И вот тогда придется понимать себя маму. А когда мы просим «Я хочу понять себя», то это следующий шаг, чтобы добить этого человека. Нет, в нем уже нет смысла. Уже не будет желания это делать, не будет этой тяги. Говоришь «Хочу понять маму» и идешь на место мамы очень сильно, быстро, хорошо, просто, эффективно и легко становишься, встраиваешься и пытаешься понять, окей, и каким образом она так, почему она так себя вела, почему я себя так веду, к чему приходим к пониманию себя. Так вот, этот шаг можно сделать с самого первого момента, когда с вами поступили несправедливо. Начать понимать себя, потому что все равно, придя в конечную точку, став на место этого человека, вы все равно начнете понимать себя, чтобы понять этого человека, вам придется понимать себя, потому что вы уже в этой ситуации. Поэтому для меня в опыте запрос «Вселенная, помоги мне понять меня саму», все, что я чувствую, очень эффективно работал. И вот окно возможностей, 50 лет, человек говорит «Я хочу понять себя, я хочу понять себя, я не хочу это дальше делать, я не хочу добивать человека, я не хочу причинять боль, я хочу понять себя». Отлично. И все в его жизни начинает закручиваться так, что в течение года-двух он наконец-то понимает себя, зарабатывает 1200 очков, а у нас же какая была ситуация в том, что мама не давала нежности, а только требовала. и он наконец-то понимает, почему так происходило. Он приходит к маме и спрашивает «Мама, почему так со мной поступало?» А мама, как маму этому говорят обычно, «Я лучше тебя знаю» или уходят, съезжают вообще с темы, «Ой, мне-то по работе звонят», или «А, у меня там сейчас встреча», или «Я готовлю кушать, не отвлекай меня». когда мы хотим понять, у нас хватает желания, стремления, терпения и уважения подойти к этому человеку и начать коммуникацию, не грубую, не с давлением, а просто с интересом, прямыми вопросами, почему так произошло. Ну и когда вы даете о себе обратную связь, потому что просто подойти к маме и сказать «Мам, какого фига ты так со мной обращалась?» Естественно, это вызовет агрессию. Это сразу ведет ее в боль и в ее чувство вины. Она поймет и она бросится на вас, потому что это боль, так резко вызвана. Она скажет «Что ты мне такое говоришь? Я о тебе заботилась, я тебя любила, я тебе то-то-то-то-то-то-то». И вы слышите, она вас не слышит. Вы понимаете, она вас не слышит. Намного проще работает механизм, когда вы подходите и пытаетесь достучаться к своему родителю, начиная фразу с того, насколько вам это больно. Хотя это точно так же включает механизм вины. И мама начинает перечислять, сколько она для вас делала, но уже не с ножом в руке и с агрессией, а из чувства вины она уходит в чувство жалости к себе и начинает «Ай, я такая плохая, это ужас!» Опять не поговорить. И здесь вот ваш навык коммуникации, насколько вам сильно это надо, пока еще родители живы, понять, почему они так сами поступали. Для того, чтобы разрулить свою жизнь. Потому что, когда их больше нету, остается только предполагать. И вот он наконец-то там стукивается до мамы, он говорит, как ему больно, он плачет перед мамой. Потому что, когда, класс, Антон, ты вчера сказал, когда мы полностью искренны, это пробивает человека в любом случае, это раскрывает его. Он видит, что, ну блин, сколько же так уже можно. И мама там говорит, а вот у меня была такая ситуация, что меня папа изнасиловал, когда мне было 7 лет. и рассказывает свою боль. У вас глаза вот такие. У вас понимания моментально выстраиваются. Потому что, вы понимаете, вы существо мужского пола. Она вас боялась касаться телесно, потому что ее мужик изнасиловал. Все так моментально выстраивается. Гениально просто. И у вас рождается такое понимание и такая благодарность и такая нежность к маме, что потом вы способны в этот момент понимания начинать течь нежность. Вы способны ее и обнять, и помочь, и выслушать. И потом эта нежность начинает проистекать в мир к остальным существам женского пола. И вот здесь, наконец-то, можно построить взаимоотношения. Суперски. И вот он главный ключик находит. Нежность. Она начинает его заполнять. Он резко понимает, Боже мой, я никогда не хотел поинтересоваться, почему мама так делает. Мне было так больно, что я тоже причинял ей боль только претензиями. Я никогда, мне не хватало сил подойти и спросить, мама, почему, что у тебя там такого болит внутри, почему ты боялась ко мне касаться, почему ты лишала меня нежности. То есть 50 лет теряется из-за страха подойти и спросить. Из-за непонимания того, в какую жопу мы в себя вгоняем дальше и дальше и дальше, потому что все равно в конце мы либо сами с собой разбираемся, либо ненавидим родителей и думаем, ой, наконец-то она подохла, слава тебе, Господи. А боль внутри остается все равно, потому что мы себя не понимаем. И вот он находит ключик, так все круто, так все классно, обалдеть, у него 1200 очков, он ходит, он проистекает нежностью, он вот на все, что вокруг него. И вдруг он чувствует, ааа, это все я, вставила чувака. Е-мое, вау, обалдеть, ааа, все, дальше ему навыки уже неинтересны, он же сделал финт ушами, ему нужно было почувствовать, какая планета, прикольно или нет. Он почувствовал, планета охренительная, невероятно, это все я, да вы что, ааа, обалдеть. Тут до него начинает допирать медленно. Сколько еще людей, да, ходят вот с такими моментами, тупо непонимание, нежелание коммуникации. Но тут его сбивает поезд. Он такой помирает и говорит, ну хорошо, ладно, вы прочли мой финт ушами, я почувствовала единство, да, хорошо, я почувствовала планету, теперь я могу отписать коммент, офигительная планета, невероятная, супер, вау, только чуваки, а можно меня вернуть, там столько еще непонимания. Вы приходите, делайте другой контракт. Я хочу показать на своем опыте, что коммуникация и чувство нежности это невероятно базовые инструменты. Рождается Наташа Северская. Она восхищается мистером Бином, знаете, Роуэн Аткинсон. Что там еще? А, Эдди Мерфи, кто смотрел его выступление, делал он там с матюками, гонит, это классно. И вот, и рождается такая, блин, эти люди меня восхищают. Ну, конечно, стремно, смотришь на мистера Бина, ржешь, но то, что он тебя восхищает, как-то стремно. Потому что само предназначение очень легко вычислить. Вы берете людей, которые жили или живут, которыми вы восхищаетесь. То есть, вот вообще, когда возникает вопрос, как он это делает? Как у него так офигительно это получается? И там есть либо качество, ну, обычно там навык, есть набор качеств и навык. Навыки или навыки, которым вам нужно научиться, чтобы исполнить ваше предназначение. То есть, я тащусь мистера Бина. Моя нервная система запоминает, что он там и как делает. Что потом можно вот так. И нормально, естественно. Слушай, это Дима Эрфи, блин, как он так гонит, а? Не врубаюсь. А потом как-то само начинает потихонечку получаться, да? Думаю, вау! Я помню доктор Хаус, смотрю, думаю, блин, там такой сарказм, такая ирония. Как он так делает? Пару месяцев изучала нейронные цепочки фраз, пока не научилась это делать сарказм. Думаю, офигеть, ну вот, круто. Потом там, например, меня восхищает Милтон Эриксон. Кто знает, кто ты такой? Ага. То есть чувак, который мог фразами, там у него была, да, он парализованный лежал, я просто плохо помню биографию, могу ошибаться, но он лежал парализованный больше года, и только, в общем, он только наблюдал, 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 потом произошло исцеление, и вот это его умение выстраивать фразы, фразы с ритмом голоса, тембром, тоном, правильные образы, которые уходят вглубь, чтобы человек просто в одной простой фразе, при ритме, мимике, жестикуляции, мог резко уйти в свою боль, понять ее и выйти тут же уже с пониманием. Это просто поражает. Чем я занимаюсь сейчас? Я изучаю, как это так делать. То есть у вас есть моменты, почему это важно, люди, которые жили или которые есть сейчас, что они не киногерои и не герои из книг, потому что мы все одна большая нервная система, неважно, это было в прошлом или это будет в будущем, или это сейчас. Поэтому нервные системы, вот моя, например, нервная система, она такая говорит, вот отсутствует навык кривляния, отсутствует навык сарказма, отсутствует навык там еще, еще, еще. Я такая тянет, доктор Хаус, скачай все шесть сезонов. В какую хрен? Скачал. Ух, вау, как он так делает? Так классно! Я начинаю, пока я восхищаюсь, я перенимаю нервную систему, его навык, я задумываюсь, как он так делает, и я учусь. Ну, естественно, с мистер Рабиной я просто ржала пару лет. Я не задумывалась, как он это делает. Ржешь, впитываешь прямой передачей навык с телевизора, все прикольно. Есть другая сторона этого восхищения, когда рождается зависть, то есть там, где должен быть навык, в этой сфере присутствует боль. И вместо восхищения и интереса научиться так же рождается зависть. Эта зависть тоже фурычет, потому что ваше внимание все время притягивается к этой персоне. Но только вы хотите лишить ее этого навыка, а надо как бы наработать его. То есть если есть люди какие-нибудь гениальные, которым вы завидуете, то это просто там у вас боль, а вот навык нужно вычленить оттуда и научиться. Ну, в смысле, если хотите понять предназначение, там нужно выписать. Например, что вы умеете на данный момент, вот именно реально, что вы умеете там, писать стоя, спать лежа. А чего, например, там навык ходить без трусов по квартире, когда папа и мама дома? Это тоже навык. Наверное, для стриптизеров подходит, не знаю. То есть вы выписываете то, что вы на данный момент умеете. Затем вы выписываете людей, которыми вы восхищаетесь или которым вы завидуете. Находите у этих людей, выписываете качества и навыки, которыми вы восхищаетесь или которым вы завидуете. Все это у вас вот есть. Это просто уравнение. Помните контракт? У вас есть навыки и есть предназначение. Так вот, вы выписали свои навыки, теперь нужно догнать, что за предназначение. А обычно, чтобы понять, что за предназначение, мы смотрим на свою жизнь назад. Вселенная красными флажочками, с такими транспарантами, выставляет нам сигнальные знаки. Вот здесь, вот туда, ну, куда ты свернул? Вон туда, вон туда, ну давай. Что ж ты прошел мимо-то? Ну ё-моё. Если посмотреть назад, то там всегда будет некое стремление что-то реализовать. Что-то, что связано с социумом. Вот для меня, например, в исследованиях предназначение, оно предназначено, чтобы расширить для социума рамки невозможного. Мечта, она предназначена для того, чтобы расширить рамки невозможного вечно для вас. То есть на мечту мы контракт не подписываем, за это очки не дают. Это наш голый энтузиазм. А вот по предназначению мы смотрим назад, и это такое стремление принести в социум нечто более широкое, более чистое, более невероятное. И обычно это не приносит бабла. И поэтому мы этого не замечаем. Мы говорим, не-е-е, оно как хобби максимум, по выходным, раз-два в год. Ну чё там? А постепенно у нас там люди же восхищают, мы нарабатываем навыки. Наработали навыки, а когда мы нарабатываем навыки, у нас уже есть некое мастерство. И то, что раньше для нас было, типа, оно бабло не приносит, оно никому не надо, у нас уже есть навыки. Мы смотрим на это с другой точки зрения и понимаем, ааа, так это просто. Нужно сделать это, это, и это, и это будет приносить, и вот это, и вот это, и расширить рамки социума. Так, блин, всё круто. То есть пока нету навыков, навыков достаточно большого количества, кажется, что-то фигня. Как только есть навыки, это приобретает смысл, и нехилый смысл. Вот. Это про предназначение, про единство. О, столько тем задели. Никто не против, если сделаем перерывчик? Ну, я уставшая, и вот 10 минуток. Хорошо? Это я из интереса сейчас говорила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хорошо. Хорошо.